Вы на канале Ваня Чернокнижный. Как и обещал, хочу поделиться с вами информацией о том, как можно получить IT-профессию от государства совершенно бесплатно, ну и можно, так сказать, без особых заморочек. Кто посмотрит видео до конца, узнает о том, как получить одну из 105 профессий IT, как я уже сказал, или бесплатно, или с максимальным погашением в... ну максимальное погашение в 100%, а еще есть погашение в 75%, в 50%. Для тех, кто досмотрит видео до конца, он узнает критерии и кто попадает под этот перечень, и, собственно, неплохая возможность поучиться бесплатно от государства, особенно когда ты стоишь, например, в центре занятости, получаешь пособие по безработице и официально прокачать скилл, официально получить, так сказать, новую профессию и начать больше зарабатывать. Поэтому оставайтесь до конца, смотрите до конца, если видос понравится, буду ждать от вас лайков, комментариев, репостов, ну короче, все как обычно, вы все знаете, и так понеслась. Смотрите, для того, чтобы нам подать заявку в проект цифровые профессии, он называется цифровые профессии, нужно зайти на сайт госуслуги. То есть, вот мы с вами сейчас находимся на сайте госуслуги, и, собственно, здесь сразу первый баннер вас встречает, ну он так и называется, цифровые профессии, да, курсы для людей с различным уровнем знания IT, дистанционное обучение для всех жителей всех регионов России. Собственно, обучение полностью дистанционное онлайн, никуда ездить, ходить не нужно, никакие вузы в офлайн посещать тоже не нужно. И после прохождения есть возможность получить диплом, который подтверждает вашу новую профессию. Да, скажу один момент, что в онлайн, чем хороша онлайн-профессия, не нужно там 5 лет учиться, либо 3 года учиться, как там, знаете, например, на инженера, там и так далее, и так далее. Есть возможность реально получить курсы, поучиться 4, 5, 6, там 9 месяцев, и возможность начать зарабатывать, как бы это ни звучало, сразу после того, как вы закончили. Либо, если вы хорошо усваиваете информацию, то можно в процессе обучения уже найти какую-то работу, проверенную на мне. Поехали. Собственно, мы зашли на сайт госуслуги, здесь нас встречает этот баннер «Цифровые профессии», и, собственно, давайте поговорим о вот этих онлайн-университетах, онлайн-вузах, да, которые предоставляют, что же это такое. Смотрите, здесь есть «Нитология», есть «Центр образовательной компетенции НТИ», есть вот этот вот, я не знаю, есть «Политех», есть «Рукон», есть «Сбер-университет», есть «Скиллфэктори», это онлайн-университет, который неплохо IT-специалистов обучает, есть «Скиллбокс», тоже, который обучает IT-специалистов, я его знаю. Есть «Скайпро», это от «Скаенга» университет, есть «Уральский федеральный университет», есть «Яндекс», есть «1С» учебный центр, есть «Академия IT», образовательный центр, финансовый университет «Гикбрейнс», вот это какой-то, а, «Инополис» университет, да, это, по-моему, в Казани, «Инволта», университет «Атимо» и, собственно, мобильное электронное образование. Смотрите, я в нейтологии учился года два назад, получал там профессию трафик-менеджера и, собственно, мне понравилось онлайн-образование, я получил там профессию таргетолога и, собственно, запускал рекламу Facebook в Instagram. А так как Facebook и Instagram сейчас запрещен в России и технически запускать рекламу там больше, ну, не представляется такой возможности, поэтому я пошел снова учиться и выбирать для себя новую профессию. Смотрите, здесь огромное количество вузов, вот как я сказал, то, что я нейтологию знаю, могу рекомендовать, знаю вот «Гикбрейнс», хороший онлайн-университет, знаю, собственно, «Яндекс», я подал в «Яндекс.Практикум», сейчас расскажу, какую профессию я выбрал. Знаю «Скайпро», знаю «Скиллбокс», знаю «Скиллфэктори», Сбер-университет тоже слышал о нем. Здесь, короче, много хороших онлайн-университетов, которые уже там не один десяток лет на рынке, нейтология, так, по-моему, там больше десяти лет на рынке, и они уже дают неплохие, так сказать, фундаментальные знания, несмотря на то, что курсы некоторые длятся там по четыре месяца, но представьте, если там онлайн-университет, например, там нейтология уже там десять лет на рынке, то, ну, собственно, о качестве их образования, да, о качестве предоставляемого имя услуг, то не может быть и речи. Я сейчас не рекламирую, я ничего не рекламирую, ни один из онлайн-университетов, я просто расскажу, какой выбрал я и в каком учился я, немножко рассказываю, что такое онлайн-университет для людей, которые, ну, собственно, не знают, да, для которых, например, там, оффлайн-вуз, это было единственное образование, да, либо техникум, либо колледж какой-то, и про онлайн-курсы, про онлайн-профессии они ничего не слышали, и скептически к этому относятся, собственно, я сейчас вас немножко познакомил вот с этими онлайн-университетами. Смотрите, переходим к основному требованию к участникам, значит, учиться со скидкой могут граждане из льготных категорий, начиная с 16 лет и до выхода на пенсию по старости, нужно иметь высшее, либо среднепрофессиональное образование, у меня среднепрофессиональное образование юридическое, поэтому я тоже подхожу по критериям, тут какой важный еще момент, нужно, да, нужно либо вышка, либо нужно какое-то среднее образование, если ни того, ни другого нету, то как бы под эти критерии вы не подходите, то есть тут тоже есть основные как бы нюансы, да, либо быть студентом, кстати, как здесь вот написано. Потом поехали дальше, чтобы узнать размер скидки, особенности ее предоставления, нажмите на подходящую категорию. Смотрите, так как я стою официально в ЦЗН, да, в ЦЗН, после того, как, ну, после того, как у нас сокращения были, собственно, я официально стал в ЦЗН и, собственно, наткнулся на вот эту программу, да, цифровых профессий. Здесь критерии, у меня критерии, я подхожу под 100% или 75%, да, то есть, типа, если я официально стою на учете в ЦЗН, то я подхожу под критерий оплаты 100%. Если не на учете в ЦЗН, то вы подходите под критерий оплаты 75%. Дальше смотрите, какой момент. У инвалидов критерий 100%, с детьми до 3 лет есть возможность от 75% до 50% скидку получить, у студентов 50%, у бюджетников 50%, а люди с низким доходом тоже до 50%. То есть, как вы видите, вариаций, вариаций, огромное количество. И, собственно, можно выбрать для себя, да, то есть, вот, как бы для тех, кто стоит на бирже вообще, как я, да, там 100%, но и 75%, согласитесь, тоже неплохо, и 50% тоже неплохо. То есть, например, вот у меня курс стоит 78 тысяч рублей, я попал под 100% оплату, да, но даже, там, при стоимости курса, там, не знаю, 100 тысяч рублей, да, там, извините, 50% либо 75%, когда за вас гасит государство, но это круто, это стоит того. Поехали дальше. Например, я выберу свой критерий, то есть, соответственно, безработный, на учете, в центре занятости. Дальше. Выберите подходящий курс. Вот смотрите, друзья, здесь самое важное. На тот момент, когда я отправлял, это было два месяца назад, их было курсов, здесь было, не буду врать, около 60 или 70, они чуть ли не каждый день добавляют сюда, вот эту программу, добавляют новые вузы, то есть, новые онлайн-университеты, да, которые добавляют новые профессии, да, то есть, например, здесь есть разбивка по критериям, то есть, вот тут можно по стоимости посмотреть, можно по рейтингу, да, можно по, ну, по дате начала, то есть, тоже, как бы, критерий такой. И есть еще критерии, смотрите, по разбивке, например, если кого-то программирование интересует, да, нажимаем программирование, вот, типа, есть возможность ознакомиться с 46 курсами, и поехали, Java-разработка, Android, введение в разработку, профессия 1C, iOS-разработчик, инженер тестирования. Смотрите, каждый курс прописан, его название, и вот эта плашка означает, от какого онлайн-университета, то есть, например, инженер по тестированию от Яндекса, тестировщик-автоматизатор от Skill Factory, Skillbox, например, предоставляет 1C-разработку, основа разработки игр на Unity, вот центр образования. Пожалуйста, нажимаем показать еще, здесь, ну, дальше профессии, да, специализация Frontend, Java, Fullstack, Python, Go-разработчик, да, и так далее. Смотрите, здесь вот какой момент, например, так как я попадаю под критерий 100% оплаты, у меня вот здесь, например, там 80 тысяч зачеркнуто, да, то есть, стоимость курса 0 рублей написано, 0, да. Если, например, там, грубо говоря, давайте мы здесь вот условно там выберем с детьми до 3-х лет, да, например, зарплата выше средней, зарплата ниже среднего по региону, например, просто, да, 75%, 23-е, курс стоит 72 тысяч, вам нужно будет за нее заплатить 18, курс стоит 84, нужно будет за нее заплатить 21. Например, можно по стоимости, к примеру, вот смотрите, еще раз нажмем, по стоимости, так, показать еще, показать еще, давайте, показать еще. Я вам рекомендую на стоимость курсов не смотреть при выборе, а смотреть на, прежде всего, на то, что вам ближе по душе, да, чему бы вы хотели обучиться. Ну вот, короче, смотрите, программирование и создание IT-продуктов от университета Geekbrains стоимость 150 тысяч, а заплатить нужно будет 37 500. Но согласитесь, то, что это хорошая скидка и стоит, стоит побороться за эту скидку. Ну, смотрите, давайте я снова переключу, собственно, свой критерий. Здесь есть программирование, мобильная разработка, вот, например, iOS-разработчик для начинающих или программист мобильных устройств. Есть дизайн, да, то есть для творческих людей с творческими, каким-то творческим потенциалом, с творческими амбициями. Есть возможность, например, бесплатно отучиться графическому дизайну, да, графический дизайн и основа фриланса. Дизайнер лендингов, например, да, стоит 66 тысяч, 0 рублей. Веб-дизайн стоит 69 тысяч, 0 рублей. И здесь, вот, пожалуйста, университет Нетология, Skill Factory, тоже Skill Factory и так далее. То есть здесь, смотрите, те, кто захочет обучиться дизайну, есть целых 13 курсов по дизайну. Давайте, ну, какой-нибудь, не знаю, профессия UX, например, дизайнер, UX, UI дизайнер, профессия, так, ну, давайте, например, дизайнер интерфейсов, к примеру, от Яндекса. Нажимаем, что в нее входит. Вот, например, время проведения с 1 сентября уже есть 23 отзыва, то есть у вас есть возможность ознакомиться с отзывами, да, то есть у вас есть возможность почитать отзывы других людей, которые уже либо учатся, либо отучились и, как бы, так сказать, понять, нужно вам это или нет. Смотрите, длительность 437 часов, уровень базовый, прошло курс 730 человек, рейтинг 5. Чему вы научитесь? Вот, погружаться в контекст задачи следует целевую аудиторию, продумать пользовательский сценарий, проектировать визуальную часть сайтов и там делать анимационные прототипы и так далее, и так далее. Вот смотрите, здесь модули, например, модуль 1, каково это будет дизайнера, вводная часть, 7 часов, модуль 2, визуальные аспекты дизайна, модуль 3, проектирование пользовательского опыта, модуль 4, дизайнер в продукции, да, модуль 5, дипломная работа. И, собственно, здесь расписано, да, вот по модулю каждые программы, вот тут вот Figma, изучение программы, да, онлайн сервис для разработки интерфейсов и прототипирование Figma, да. И вот, короче, здесь полностью расписано, где, в каких программах, сколько часов вы будете заниматься и так далее. То есть, соответственно, для людей творческих профессий, вот, пожалуйста, можно обучиться дизайну. Смотрите дальше, аналитика, 35 курсов, основы диджитал маркетинга, IT-рекрутер, аналитика данных для начинающих, трафик менеджер, кстати, я выбрал трафик менеджер, создание онлайн-курсов с нуля до первого запуска, вот, пожалуйста, тоже неплохая профессия. Сейчас, как бы, онлайн-образование никуда не девается, онлайн-курсы никуда не деваются, они только развиваются, как бы там ни было. Ниша достаточно интересная, и вот, пожалуйста, у вас есть возможность отучиться на создание онлайн-курсов с нуля до первого запуска. Давайте посмотрим, вот, время проведения с 15 июля, прошло курс 250 человек, рейтинг 5, длительность 271 час, чему вы научитесь? Давайте посмотрим по модулям. Модуль 1 – базовый модуль, модуль 2 – профильный модуль. Что здесь? Так, освоит систему выстраивания рабочих отношений с предполагаемым экспертом, узнает, как знания эксперта перевести из оффлайн-формата в онлайн, вот, пожалуйста, да, то есть, типа, узнает общие правила построения качественного образовательного проекта, освоит навыки деловой переписки, освоит навыки размещения, освоит введение вебинаров, научится работать в редакторе Canva, облачно-хранитель, Яндекс, Гугл, документы в Гугл-формах, научится анализировать и пользоваться разными платформами, таким, как Prof.me, Bizon, GetCourse. Вот эти все платформы – это там, где располагаются, там, где находятся онлайн-уроки, да, то есть, это как бы, вот это образование предусматривает не только софт-скилл, мягкий скилл, то есть, коммуникация, общение, но и хард-скилл. Что такое хард-скилл? Это технические навыки, да, у программистов – это писать код, у такой профессии, как, например, создание онлайн-курсов – это, собственно, вы научитесь загружать уроки на вот эти платформы, технически там разбираться и так далее. То есть, как бы, а, вот даже в этом курсе научитесь настраивать таргетированную рекламу для проведения онлайн-проектов во Вконтакте, Яндекс.Дзен, Телеграм и других соцсетях. Пожалуйста, вот видите, сколько полезных хард-скиллов есть в онлайн-уроках, да, в онлайн-образовании, и все это можно получить бесплатно от государства. Это просто дикая, крутая возможность. Давайте я вас познакомлю, собственно, с тем, что выбрал я. Я выбрал курс от Яндекса Трафик Менеджер. Почему я выбрал курс от Яндекса Трафик Менеджер? Да потому что я до этого работал Трафик Менеджером, только запускал я рекламу в Фейсбуке и Инстаграм. А так как Фейсбук и Инстаграм запретили, и теперь нет возможности запускать там рекламу, и это невозможно технически, поэтому я решил идти дальше, так как мне трафик интересен. Я все-таки, помните, в начале видео я вам говорил, то, что к подбору курсов, да, их огромное количество, 105, нужно подходить с умом, нужно выбирать там не самый дорогой курс, или выбирать не из-за того, что все, все сейчас программисты, я должен быть тоже программистом, а выбирать то, что вам ближе по душе, потому что, к примеру, я ни в коем случае не отговариваю вас идти учиться на программиста, но если вам, например, писать код неинтересно, то заставить себя, ну, будет сложно, да, если нет мотивации. И так как я до этого работал трафик менеджером, я пошел, подал заявление, да, то есть на вот профессию трафик менеджер, и этот курс, на этом курсе у меня будет возможность прокачать скиллы во Вконтакте, в MyTarget, в Яндекс.Директ, то есть то, что мне нужно, то, что нужно сейчас именно рынку, то, что нужно сейчас бизнесу, да, то, чего как бы не хватает, у нас остался Вконтакте, MyTarget и Яндекс.Директ, да, контекстная реклама. И я хочу прокачать эти скиллы и снова, так сказать, стать востребованным на рынке. И когда есть возможность получить это бесплатно, почему нет? Вот смотрите, стоимость курса, который я выбрал, 78 тысяч рублей, время проведения с 25 июля. Давайте, например, мы там, грубо говоря, пройдем этот путь. Мы нажимаем записаться, дальше здесь пойдет авторизация, я сейчас не авторизован, не вошел, но, короче, типа здесь я там войду, да, нажимаю там войти. И, собственно, здесь вот давайте начать заново, например, да. Но так я не буду отправлять эту форму, так как я уже отправил ее, просто покажу, что все легко и просто. Мы нажимаем там перейти к анкете, вы должны быть, как я сказал, уже зарегистрированы на госуслугах в качестве, ну, то есть у вас госуслуги должны уже быть заведены, если их нету, то не получится как бы, ну, не получится заявку отправить. Вот. Тут, короче, вы, типа, выбираете, что здесь, да, я там безработный, все данные. Дальше вот какое у вас образование? Здесь я нажал среднее, специальное, нажал да, вот тут вот я подтянул, короче, подтянул диплом вот сюда, нажал продолжить, и после этого моя заявка отправилась на модерацию. Друзья, на этом все. Как бы это сейчас не звучало, на этом все. Заявка отправляется на модерацию, смотрите, какой момент. Ну все, камеру переключил, поехали. Сегодня я буду не на привычном желтом кресле, а буду вещать просто со своего диванчика. Короче, когда вы отправляете вот эту вот свою заявку на рассмотрение, там раньше было месяца не рассматривать, сейчас, по-моему, меньше. Какие действия дальше нужно делать? Если вы видите, например, что у вас там прошел месяц, либо там две недели с момента отправки заявки, никто не звонит, вы берете, гуглите номер цифровых профессий, прям цифровые профессии, и просто алло, диктуете номер заявки, говорите, здравствуйте, прошло там уже больше месяца, мне никто не позвонил, я хочу узнать статус заявки. Собственно, вам, у вас специалист с этого центра, с этих цифровых профессий спросит вот этот вот, ну, номер заявления, вы ему диктуете этот номер заявления, и он вам говорит статус заявки. Просто может быть такое, что туда нужно звонить, короче, чтобы, так сказать, напоминать о моей чуваке, я подал заявку, будьте, пожалуйста, добры, посмотрите. Дальше что? Они, короче, говорят, что ваша заявка рассмотрена, и мы ее там отправили в министерство, там, по развитию, в течение, после того, как она попадает в министерство, когда вы об этом узнаете, в течение трех дней она там рассматривается, либо одобрение, либо неодобрение. И, собственно, все. И вам потом приходит письмо на почту с логином и паролем от лидер ID кабинета, это там университет 2035, и есть лидер ID, где у вас будет логин и пароль и выбранный курс вами. И дальше вы уже общаетесь, то есть, когда прошло одобрение от министерства, вы дальше можете отказаться от того курса, который вы выбрали, вот я, например, Яндекс.Практикум выбрал, я могу от него отказаться выбрать другой. Почему? Потому что, во-первых, например, я выбрал Яндекс.Практикум, трафик-менеджера, да, профессию, и там после того, как мне министерство одобрило, мне нужно было пройти тест, я не знал об этом. То есть, я отправил тест, прошел тест, еще три дня ждал, прошло неделя, позвонил им снова туда, в Яндекс.Практикум, мне говорят, ой, подождите еще, потом вечером пришло уведомление, что какой вы молодец, вы прошли тест, а теперь пройдите видеоинтервью. Собственно, из 14 вопросов. Дальше я прошел видеоинтервью, и снова, короче, отправилась моя заявка, уже, то есть, общение идет не с министерством, там, которое одобряет, там, типа, обучение или нет, а уже дальше с онлайн-вузом. Я выбрал Яндекс.Практикум, поэтому у них там входные тесты. Если вы выберете, там, Нитология, Гикбрейн, Скиллфэктори, какое угодно, то, возможно, там не будет входных тестов, вы начнете сразу учиться. Ну, или там, с того числа, с которого там написано, и с вами уже будет общаться, не цифровые профессии менеджера, а менеджер с того самого онлайн-вуза, который вы выбрали. Дальше идет общение с онлайн-вузом. Смотрите, еще какой момент. На этапе, ну, там, с зачисления в онлайн-вуз, вы можете отказаться. Например, вы там думали, что, я не знаю, на программиста, хотели пойти, посмотрели мой видос, поняли, что, ну, блин, типа, тянет больше к творчеству, решили выбрать UX-дизайн, например, и вы там внутри своего кабинета в Лидер.айди уже заходите, там легко и просто нажать «Отказ от профессии», например, там, программиста, и снова, ну, так как вы будете уже, так как вам список на сайте Лидер.айди вот этих всех профессий будет как бы продублирован, и там везде будет одобрено, одобрено, одобрено. И вы от одного отказываетесь, нажимаете на другой и начинаете как бы коммуницировать с менеджером там того вуза, вам, как правило, должны будут позвонить, но если не звонят, вы сразу звоните. Поэтому что нужно запомнить? После того, как вы подали заявку, по прошествии вот этого, там, например, месяца, либо двух недель рассмотрения, если вам никто не звонит, и если никакое письмо не приходит, как говорится, вода, как там, под лежачий камень не течет, нужно звонить самим, узнавать, спрашивать, что там за статус, и так далее, и так далее, и так далее. Это первый нюанс. Второй нюанс. Вам могут отказать, так же, как отказали мне, два раза, по причине от нас независимой, так скажем. Смотрите, я подал заявку на рассмотрение, собственно, жду, отказываюсь от каких-то проектов, которые мне предлагают, потому что заявка, когда на рассмотрении, вы должны находиться официально, числиться на бирже труда, вы по закону не имеете права работать, это как бы ответственность, ну, там, не знаю, административная или там уголовная какая, то есть вы, если стоите на бирже труда, вы не должны быть ни самозанятым, ни ИП, ни числиться где-то, ни там какие-то, даже если вы на Яндекс.Дзене пишите статьи, то нельзя, нужно расторгнуть договор, чтобы монетизация не капала. Вот, вы, собственно, отказываетесь от этого всего, стоите на бирже, подаете, и когда вы стоите на бирже, вы ждете рассмотрения, и, собственно, вы надеетесь, что там рассмотрят за месяц, и вы спокойно сможете, например, там, не идет речи о том, то, что вы, когда учитесь, тоже должны на бирже стоять, то есть, вот мне, например, сейчас, даст бог, я пройду в этот Яндекс.Практикум, да, им понравится мое видеоинтервью, я, когда мне начнут предлагать работу, и буду уверен, что меня берут куда-то на работу, я уже с биржи официально позвоню, снимусь, и пойду на работу, и буду, ну, и дальше продолжу учиться, то есть, нет критерия, что вы на протяжении всего срока учебы должны находиться на бирже, короче, какой момент, вы такие ждете, ждете, вам приходит отказ, вы расстраиваетесь, обязательно смотрите в письмо, какая причина отказа, у меня причина отказа была совершенно глупая, там было написано, что я не состою на бирже труда в центре занятости, я начал разбираться, писать через госуслуги жалобы, звонить и так далее, потом, я позвонил в Яндекс.Практикум, ну, когда мне второй раз отказали, и сказал то, что чуваки, что за фигня, я подаю, а мне министерство отказывает, мне сказали, что возможно, у вас, так как мы прикреплены в Домодедовском ЦЗН, я как бы в Видном живу, а прикреплены мы к Домодедовскому ЦЗН, Центру занятости населения, у вас не обновляется база, и министерство, когда делает запрос, оно не видит, что вы стоите на учете, и когда в министерство приходят по вам документы, типа, ну, там, хочу бесплатно учиться, а там министерство, о, чувак, ты не состоишь там на бирже, да, отказ, раз нюанс, то есть, соответственно, как бы нужно разбираться, нужно звонить в Центр занятости, и говорить, дайте мне справку, но я жалобу написал через Госуслуги, и министерство по мне само запросило в Домодедовский, там, ЦЗН, состою ли я на бирже, они запросили документ, получили документ, отправили это в ведомство, там, я забыл, какое, такое, и, собственно, как бы, министерство одобрили, да, и как бы, у меня, получается, одобрили, да, доказательство было, что я состою, я подхожу под секрет стерри, 100% оплата. Этот важный факт нужно мониторить, то, что если вам откажут, вы можете расстроиться, типа, вы ждали там несколько месяцев, типа, вам отказали, вы такие, да, пофигу, короче, фиг совсем, не буду, нет, надо до конца дожимать. Это отличный способ получить образование от государства бесплатно, либо с максимальной скидкой, и, как бы, собственно, прокачать скилл, получить новые навыки, выйти на рынок труда уже с более крутым скиллом, с крутыми навыками, поэтому я надеюсь, что мой опыт вам, так сказать, поможет совершить шаги к вашему развитию, не бояться пробовать что-то новое, согласитесь, просто несколько кликов стоят того, чтобы получить возможность бесплатно обучиться от государства, получить профессию от государства, поэтому, если понравилось видео, нажми лайк, нажми колокол, там, тресни в колокол, нажми лайк, поделись им, если оно действительно, как бы, тебе помогло, и напиши комментарий, получилось у тебя отправить, собственно, заявление, или не получилось. Буду очень рад вашим комментам под этим видосом, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok,